В небольшом оранжевом ящике бригад скорой – самые необходимые препараты, и каждый на своем месте. За укладку медикаментов и оборудования отвечают фельдшеры. Анастасия Хромцова меньше года назад приехала из Тюмени и устроилась работать в отделении Покачевской городской больницы. Когда приезжаешь на вызов, видишь жалобы, видишь, как человеку плохо, начинаешь оказывать помощь, и тут же при тебе чаще всего уже становится пациенту легче, лучше, они благодарят за это. Да и вообще в целом, работая на скорой, это всегда в спешке, всегда адреналин вырабатывается. Отделение скорой помощи в Покачах небольшое, узкопрофильных бригад нет. Выезжаем ко всему населению, но чаще, естественно, это более пожилой возраст и дети раннего возраста. Скорее всего, температура, повышение температуры тела, давление, повышение, всякие на самом деле бывают вызовы. Бывает, бригады скорой выезжают и на довольно сложные случаи, когда от скорости оказания первой помощи зависит здоровье, а иногда и жизнь пациента. Для того, чтобы быстрее провести необходимые процедуры, в регионе внедрена специальная программа. Вот как только диспетчер, фельдшер по приему вызова Нижневартовска начал его принимать, все время пошло, и только она нажала передачу бригаде, все они тут же получили. То есть время фиксируется автоматически, вот начало приема вызова, окончание приема вызова, все это очень прозрачно. Можно посмотреть все это, вот сколько по времени принимал фельдшер по приему вызовов этот вызов, ну на передачу там уходит буквально секунду. Если человек обратится за помощью по номеру телефона 103, то информация приходит не только в диспетчерскую городской больницы, но и сразу поступает на планшеты медиков скорой. Это значительно сокращает время на получение необходимой информации о пациенте и значит помогает сохранить его здоровье. Алена Валей, Дмитрий Огородников, События. Алена Валей, Дмитрий Огородников, События.